А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфер и наконец-то добро пожаловать обратно в Фрэнбоу, это восьмая серия и сегодня мы с вами будем, ну, играть за котейку, потому что, как вам сказать, в прошлой серии мы с вами очутились вот в такой вот Японии, потому что здесь растёт розовая сакура и ещё и здесь люди-овощи. Прекратим по этому другу морковка. Да, это какие-то овощи, скорее всего. Это какой-то старый сидящий в лодке овощ. Ну и, собственно говоря, поехали. Извините, что у меня иногда бывает, что видео не уходит в день или два, ну, потому что некогда, нет времени иногда. О, я возьму этот камень, он блестящий. Используйте луны камень с... Чего это, со чего? Ничего, конечно, о чём я думал. Смотри, это теперь девочка у нас, что ли? О, о чём я видел похожие механизмы, они вращаются. На по... Ээээ! На поход сумочку достать. Я вижу сумочку моего друга. Ааа, давай быстрей. Странно, может, давай с... Вот этим. О, нифига. Ох, застряло. А, я понял. Надо вот так сделать. И вот так. Всё. Ну, нифига. Не, ну, тут, в принципе, всё это логично, конечно, поэтому. Я достал сумочку только потому, что я лучший. Хы. Действительно. Всё-таки, конечно, можно забрать этот камешек. Но лучше не стоит. Эээ, давай зарыжим их. Рыж. Рыж этот овощ. Это не сработает. Фрэнд, дорогая, достал сумочку. Изумительно. Вот самый лучший, мистер Павлович. Теперь покажи фото моей семьи сэру, которая нападает на меня. Может, он поймёт, что я... Я человек. Я очень надеюсь на это. Здесь вы слышите, я говорю в нос гундосю, потому что у меня... Эээ, сопельки. О, ну, ни-хау-ка. Ах! Рунма паскин ол-тау. Эээ. Хм. Куда вы меня забираете, сыр овощ? Ты чё, девушка? Слышь. Они хотят помочь тебе, Фрэнд. Я чувствую. У-ка-ру-на-ма-э-по. Не бойся, мой друг. Котик, останови их, пожалуйста. Не оставляй меня. Я буду рядом. Галом-па-да-галом-па-ма. И улетели. Котик, останови их, пожалуйста. Да, а, одежду забрать не надо. Ну ладно. Глава-третья. Вегетативное состояние. Чё, блин? Какое вегетативное состояние? А что такое вегетативное состояние? Надо будет порыться в интернете, посмотрите. Ой. Мистер Овощ. Или дерево. Короче, много читать. Я ничего не понимаю. Горская Заяр О. Приветствую, существо. Меня зовут Жьяр. Ты говоришь по-человечью? Боже мой, да, говорю, наконец-то. Мой хороший друг Райт сказал, что ты показал ему рисунок. С четырьмя людьми и котом. Полагаю, ты одна из них маленькая девочка. Прошу прости, моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Помогите мне, прошу, я девочка. Хо-хо-хо, нет нужды говорить, дитя. Плод мне всё покажет. Экто, бро! Экто, бро! Бро! Юх! И он сейчас съест, да? Ммм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнений, искатель правды. Частое явление в семейном древе Боу. А, тебя зовут Френ, девочка со страстью к жизни. Я вижу большую любовь к существу стоящего рядом с тобой. Кот, защитник Врата. Интересно. Вы можете видеть всё это в плоде? Тише. Я вижу что-то ещё. Плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Что вы имеете в виду? Кроме одного вы про монстра? Ты не должна быть здесь, Френ. Это всё, что я могу тебе сказать, мое дитя. Я понимаю, вы можете по мне помочь. Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ, скажите мне, я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Смерть – ничто иное, как отсутствие любви. Быть деревом ненормально. Должен быть умерла. Если ты не любишь, ты умираешь. Даже если тело продолжит ходить. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе. Дай посмотреть на тебя, как тебя зовут. Меня зовут мистер Полночь. Красивое имя. Как думаешь, Френ должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ха-ха-ха, вы забанный. Да, я король. Король и версты. Какая честь, ваше высочество. Мне нравятся ваши листья, они красивые. Давайте будем просить. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плот поведал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть и много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя. Она защитит меня. Я хочу, чтобы обо мне кто-то заботился. Я сбита с толку. Хочу туда, где буду чувствовать себя как дома, сэр. Понимаю, ты очень храбрая. Я просто хочу домой, прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать, но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Если говорить, она вроде и так говорит. Боюсь, я не могу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник может. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Но как я могу понять наш язык? Съешь этот фрукт. Пш, вырыгнул его, еще и съесть должна. Твои уши и язык будут понимать. Но не глаза, ты не можешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю, вы такой добрый, это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Требую один фрукт для себя, кота, ваше высочество. Тебе не нужен фрукт, мистер Полночь. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стал деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Эм, дадим немного. Немного, у меня кружится голова, а что? Отведи ее наверх немедленно. Господи! Жучара! Куда вы меня несете? Что вы собираетесь сделать? Достать тебе пару рук и ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Фрэн. Я люблю тебя. Ну-ка Вот это мы пойдем на превьюшку, ребят, этот жучок Может быть, если ничего интересного еще не увидим Опа А ты еще кто? А что ты такой? Добрый день, меня зовут Полонтрас Давайте его будем таким темным голосом И я твой доктор У тебя экстренный случай? Ого, удивительно, какая большая пушистая штука Прошу прощения Ой, простите, просто я никогда не видел подобного вам Я все еще пытаюсь понять, что это реально Меня зовут Френ, я человеческая девочка Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой Человек? Думаю, мы можем достать тебе пару ног и рук Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это Ты готова чечиться в лапах, чудовище? Какое чудовище? Меня Я чудовище Полетели Хе-хе Так прямо и четко Я чудовище А я думаю, нам что-то надо бы делать Это клубничный сок Вот мы и здесь Ух ты, это место такое красивое и спокойное, я хотела бы и остаться здесь Спасибо, это мой дом, здесь я был рожден Дух великого волока создал его Или волока, я не знаю Здесь самая чистая вода во всей вселенной Ничего себе, звучит здорово Поставим где-нибудь вот здесь, на дне, а то кажется, как будто это он говорит Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Он пал так сильно, его сердце было разбито, он был один. Он прибыл в выверсту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого, звучит грандиозно, то есть я не знал о других реальностях. Но как-то здесь казалось, что привело тебя в выверсту. Мой котик, мистер Полноч, и я возвращаюсь домой. Эм, понятно. Я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост, он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр, доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда наши желания так сильны, что забываются. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было уничтожено. Но ты хотела остаться собой, хотел сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала. Ого, но полонтрас, сэр. Как я не поняла, что сделала что-то. Ты не поняла, что сделала? Ясно. Что ж, при бы выверсту ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет и отравлен. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Монстр. Жуткая чернота. Мне его жалко, он такой классный. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что я сделал. Я не хотела. Ах, маленькая девочка, такая милая. Тебе не о чем сожалеть. Ты особенная. Но давай сосредоточимся на твоих руках и ногах, хорошо? Хм, да, доктор. О, не он. Воин солнца, дух воды. Дай Фрэн ее руки и ноги. Воу, как ты себя чувствуешь, Фрэн из Иверсты? Я чувствую себя прекрасным деревом. У меня есть листья. Рад, что тебе нравится. Я говорю, что мы это исправим. Это волшебная вода. Она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаю, тебя сможет починить мою мамочку и папочку? О чем ты починить? Что с ним не так? Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был. Вы пушистый и красивый. У меня был другой доктор по имени Дирн, но он был просто злым стариком. Стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Полетели. Блин, надо было доскинтить. Ну ладно. Пару кадров сохраним. Найду, выберу что-нибудь для этого. Для привьюшки. Можно вот это вот поставить. Вот и мы. Покажи королю Жьяру, каким гражданином и версты ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. Все, погнали. Пушистый котик. Ах, тебе нравится? Ха-ха. Вот и я. Фрэн, дорогая, у тебя листья на голове. Ты красивая. Позволь, взглянуть ты в тебя, каким гражданином и версты ты стала. Спасибо, сэр. Доктор потрясающий. Он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил. Он сказал мне много вещей. Но я совсем не... Не совсем поняла. Не волнуйся. Палантурс будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемы. Но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебе вернуться домой. Хорошо? Да, пожалуйста. Вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело. У него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приедет от тебя домой. А где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. Такая злая. Ха-ха. Ты еще не вышел из замка, а хочешь уже все знать. Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Френ. Великий волшебник живет внутри Великой горы Котром. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему мы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости, все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать и варить зелье. Мы можем это сделать сами. Более важная задачка у волшебника защищать камни, открывающие дверь. Понятно. Выходит, камни это ключи. И где эта гора, вы сказали? Тебе придется поспрашивать. Следуй за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня. Господи, прилетел такой. Выверите удачи в поиск великого волшебника. Ай, хитрюга. Улетел. Ты видел большое существо, котик? Это Палонтерс. Он починил меня. Да, он очень пушистый. Чуть не забыл. Вот твоя сумочка. Ей. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет, может они на другой стороне озера. Рядом с твоей одеждой. Хм, что ж. В любом случае у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил что-то о горе. Та гора, котрым. Великий волшебник живет там. Пойдем. Ну, наконец-то мы будем играть. У меня уйдет этот зеленый палец. Ой, этот деревянный палец. Наконец-то. По-моему, пол-видео потрачено было на диалоги. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Ой, я обожаю бумажные вертушки. Эти огромные. Так, пойдем отсюда. Опять же жучара. Здорово, жук. Э, нет, вы не можете войти. Закрыто. Э, нет. Э, нет. Э, нет. Точно, когда солнце вращается вокруг второй луны и версты мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Ну да, прикольно. О, получается вы ничего не изучаете весной и летом. Конечно изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Хе. Их ты шутник. Мне любопытно. Вот и все. Здесь вы верстите, все выглядит по-другому. Видимо, ты не из этих мест. Что ж, надеюсь, скоро тебя увидите. Да, спасибо, сэр. Пока. Видео закрыто. Помнишь? Мы открыты только осенью и зимой. Окей. Пойдем. Там этот летает. Полонтерс. Так, куда нам пойти? Ну, наверное, в зиму. Если это снег. Ну, овощи летают. Вот наркомания-то, а. Не, на самом деле игрушка вообще шикарная. Она просто обалденная. Мне нравится. Особенно тут много читать можно. Ай, так, куда пойдем? Свои налево или прямо? Ну, давайте немного сейчас сыграем. Так, во сколько мы начали? Ай, я не знаю, сколько начали. Ничего себе. Немного страшно, но красиво. Такое чувство, будто я могу летать. Хотел бы я привезти сюда маму и папу. Им бы понравилось. А, то есть мне туда нельзя идти. А, это балкончик. Понятно. Ну, пойдем. О, еще жук. Здорово, жук. Подожди. Ну-ка. Ох, ничего себе, я ничего не понимаю. А, да. Это символ дерева. Но мне не интересно, что он значит. Ты же читать не умеешь. Их язык. Плохо. Здравствуйте, сэр. Вы охранник? Да. Понятно. Вы знаете, где находится гора Котром? Да. Можешь сказать, где это? Да. По-моему, это дакалка. Скажите, прошу. А, это нас сейчас скажут. Нет. Хм. Гора Котром находится в зимнем времени. В смысле, в зимнем времени? А это мне про осень и зиму говорил. Да вы что, я не буду ждать зиму. Да это прикинь. Это если сейчас, что тут, весна-лето, то, блин, до осени или зимы ждать вообще пол... Да вы что, да не, ну это, это занятие, затянется игра у нас на, ну что, серии 30, наверное. Ну я не знаю, насколько у нас длинная игра, может она и на 50. Ой, нет, это слишком много. Ладно, скажите, прошу. А, в зимнем времени? О чем вы? Хм, конечно, в зимнем времени. А ты что подумал? Ну я не могу ждать до зимы. Ой, ох, ее не надо ждать, туда нужно отправиться. Да ну, ну и как же? Жучок, ты объяснишь мне? А, отправиться? Ну как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице и прямо. Найдешь часовщика, он объяснит. Кажется, он пытался мне объяснить. Хорошо, спасибо, сэр. Ну он тебе пытался, но ты ничего не понял. Все ясно с тобой. Ух ты, вау. Рыба. Ох, как много рыб. Кажется, они торопятся. Лунный камень. Так, пойдем вот туда. Какие-то указатели. О, что это? Очень странные часы. Где цифры? На них есть символы и цвета, но они не показывают время. Полагаю, время выверстие работает к другому. Чуть за цифры. Какие-то синий, зеленый, желтый и красный. Значок Windows? Я не думаю, что в их времени существует Windows и компьютер. О, старый овощ. Хм, я бы хотел одолжить эту лодку. Ну, кто его не знал. Слышь, Катя Тафеевич. Ох, котик, это место такое другое. Ты уже понимаешь язык? Да, я действительно понял, что сказал охранник. Надеюсь, мы скоро найдем часовщика и можем отправиться на гору Котра. Так, пойдем направо. О, еще один жук. Это кузнечик какой-то. Привет. Добрый день, живой, существует все хорошо? Да, я в порядке, что вы делаете? Я нюхаю этот цветок, прекрасное творение. Похоже, как на кама, нет? Да что, я же не знаю ничего. Вы кого-то ждете? Я, я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз был делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь. Улететь? Ух ты, я бы попробовал, звучит здорово. Да, вот почему я их жду. Я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью. Будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потасоваться. Может, и прийду, звучит весело. Спасибо, пока. Так, все понятно. Он тоже что-то говорит про время. Он нюхает цветы. В принципе, все нормально. Так. О! А вот и бар, походу. Сейчас проверим. А, да, ты же читать не умеешь. Ну, должно быть здесь написано что-то важное. О, интересно, что это? О! Это же гора, нет? В натуре! О! Гора! Здесь ничего нет, кроме цветов и деревьев. Пойдем. Мы что, нашли гору, что ли? Офига себе. Вершина горы находится высоко. Потому что это вершина. Интересно, как звучит говорящая гора. Наверное, она будет звучать очень громко, как землетрясение. Короче, понятно. Мы зашли на какую-то гору. Я не знаю даже, что это за гора было. Так, нам надо найти гору Котрым. Господи. А, теперь понятно, что это за существо. Ничего себе, что вы такое? Вы выглядите, как фея из моих книг. Чистейший существ, свет всей материи. Мы, мы волоки. А, вот тут такие волоки. А, это, походу, тот самый древний волок. Или как? Ах, вы сияете и делаете меня счастливой. Такой счастливой. Смотри, создание. Один из молодых волокон получает маску. Воин солнца. Создание из почвы. Фрукты с семечка. Будь свободен. Пусть вселенная осветит тебя правдой. А, куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс? Хм, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но, я хочу узнать. Странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет. Мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей, почему монстр охотится за мной. Правда придет к тем, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который перевернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду. И сильна, чтобы отпустить ее. Ммм. Но. Дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше. Ну, не хвали. Хороший ныкань ты уже. Да, котик, ты прав. Так, у нас... О, смотри. О, еее. По-любому с ним надо будет что-то сделать. Можно, чтобы у меня все руки смотрели вверх. О, щет, скажет он такой. Видишь, так руки делают сп... О, нет. Интересно, для чего они его используют? У него четыре руки. Странно. Так, пойдем назад. У нас там еще одна дорога есть. Вот сюда. А, нет. Назад, назад. Там мы к указателям пришли, она нужна. Ой, подожди, шишка. Ох, судя по звуку, что-то сломалось. Ну, тут посмотри. Очень странно, что-то где цифры. Так... О, карта. Красивые бумажные вертушки. Кажется, это замок. Дом Палантурса. Гора. Гора, гора, гора. Остров. Лодка. О, очень маленький остров. Короче, понятно все. Ничего не понятно. Но... О, овощи. Ой, здорово, этот, как тебе там? Нарай, что-то тебя зовут. Здорово, жук. Привет. А, кто здесь, кто? Кхе-кхе, простите. Кстати, у нас в эфире сегодня Липтон Персик, двухлитровый. Очень круто. Так, э... Вы меня... Я френд, вы меня видите? Теперь я вижу, у тебя четыре глаза. Ух ты. Четыре глаза? У меня не... Хм, ну что вы продаете? Самый лучший пломбас со всей земли. Хочется их понюхать. Конечно, они похожи на кокосы. Это какашки. Хм, ну понятно все. Это жук-навозник. Это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю. Это не кокосы. Какашки? Как в туалете? Ничего себе, я думал, какашки есть плохо. Плохо? Почему? Они вкусные. Здесь их любят. Они помогают расти и сиять. Ааа, жесть. Прикинь, приходишь на рынок, на черный... Не, на белый рынок какой-нибудь приходишь. Э, слышь, ты что за сын? О, ну приходишь на рынок, а там у тебя чувак какими-то кокосиками стоит, продает. А потом ты к нему подходишь, а он жук. И он тебе еще говорит, у меня самые лучшие какашки, хочешь попробовать? Я бы, наверное, отказался. Так, ладно. Ты у нас какашечник, а ты у нас кто? Хорошо ткань... Господи, э, слышь, кузнечик. Или кто-то богомолк. Хороший день для тканей и ниток к вашим услугам. А, это он говорит. Хороший день для тканей и ниток, ваша услуга. А, все. Кузнец. Привет, я Френ, что делаете? Добрый день, я Прутер. Я кую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Понятно, вы делаете любую... Вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их об... Обговорить и тук-тук. Я здесь это сделаю. Это хорошо, спасибо, сэр. Пора работать. Если тебе нужны мои услуги, ты узнаешь, где меня найти. Да. О! То, что надо. Здравствуйте, что вы делаете? Работаю над своими часами. Это у кого часы там нет? Понятно, сэр, вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, я делаю часы, чаю часы, слушаю часы, тик-так. А вы знаете, где находится гора Котором? Гора Котором существует в зимнее время, иначе это обычная гора. Эх, я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет в горе Котором. Тебе не нужно ждать зимы, это абсурд. Время это бесконечная слоистая реальность. Слоистая реальность? Звучит здорово, что мне тогда делать? Иди к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй его. А-а-а-а, какие часы? Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве, удачи. Но я уже видел часы, и они были сломаны. Сломанные часы? Это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь, прошу почините их, мне нужно домой. Я никогда не чиню часы за просто так, иначе моя жизнь пропадет зря. А что вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаешь ли. Кхм, простите, что это. У меня нет с собой монет. Ммм, тогда часы никогда не будут починины. Но как я могу достать золотую монету? Слушай, здесь есть улитка. Он любит раздавать золото. Поговори с ним. А, это замечательно. Спасибо, старт. Пока. Здорово, бабочка будущая. Если ты будешь бабочкой в зимнее время. Здравствуйте, мисс, у вас замечательный фруктер. Миш, спасибо, дорогая. Хочешь немного? Нет, у меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодной, когда кужись там. Ты, в какой части версты? Ты живешь за пределами почвы? Нет, я вообще не из-за версты, я человек. Человек? Что ты новенькая? Что ж, надеюсь, ты выполнишь свое миссию. Спасибо, мисс, передам, до встречи. Ой, зари, девочка с жуком. Овощ с жуком. Здорово, газетник. Это муравей какой-то. Здравствуйте, леди, что новое? Добрый день. Желаешь почитать газету? Я не могу читать на верст. А, как называется язык версты? Ты не знаешь? Он называется иверский. Ты турист? Хе-хе, да, я турист. Меня зовут Фрэн. Никогда не видел туриста. И тем более не видел Фрэн. Добро пожаловать в версту. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо, мне пора идти. Пока. Это не культурный. Говорю, до свидания. Ооо, а вот и улиточка. Ну что ж, ребят, думаю, мы пока закончим с вами вот на этом месте, где у нас овощ чинит лодку. Старый овощ, мне его жалко. Вон палонтор слетает у нас. Или лодка. Овощ, продающий ягоды и овощи. Собственно, это расизм, потому что... Нет, это не расизм, это каннибализм. Потому что овощ продает овощи. Это каннибализм. Котик у нас куда-то бегает к этой улитке. Он, походу, за неё. Собственно, улитка с золотыми монетками, которая будет же играть, скорее всего, в шахматы. Но мы его делаем, конечно, мы же умеем играть. Более-менее. Ну и, соответственно, мы дерево. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. А также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Это была игра Friendbow. Кот лежит яйца за экраном. Он специально туда спрятался, чтобы этого не увидели. И, в общем, обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Ну и пишите свои комментарии. Также обязательно следуйте по всем ссылкам в описании. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok